Добрый день, уважаемые зрители канала! Мы продолжаем изучение операционного исчисления и тема сегодняшнего занятия посвящена отысканию оригиналов по заданному изображению. Для этого применяется обратное преобразование Лапласа. Это преобразование, которое позволяет вычислить оригинал по известному изображению. Выполняется оно по данной формуле, где сигма и омега некоторые вещественные числа, а джи или йод мнимо единицы. Вот так вот обозначается обратное преобразование Лапласа, которое означает, что по известному изображению нужно восстановить оригинал, где f от s это функция изображения по Лапласу, а f от t это функция оригинал. Но проблема в том, что в лоб никто оригиналы по заданной формуле обратного преобразования Лапласа не ищет, то есть не восстанавливает оригиналы таким образом, а для этого существуют некоторые приемы, которые мы рассмотрим в рамках данного видео. Для отыскания оригинала по изображению применяют следующие приемы. Первый из них, если изображение является правильной рациональной дробью вида, вот такого вот вида, где в числителе и знаменателе находятся некоторые пленумы от s, то эту дробь разлагают на сумму простых дробей и находят оригинал для каждой дроби, используя свойства преобразования Лапласа. То есть мы сначала раскладываем вот такую вот рациональную дробь на вот такое некоторое количество простых дробей, а уже из простых дробей мы восстанавливаем оригиналы, зная их отдельное изображение. Давайте рассмотрим этот прием на следующем примере. Пример первый. У нас задана вот такая дробь, точнее задано такое изображение в виде дроби. Мы видим в числителе и знаменателе находятся некоторые поленомы от s и заданием является найти оригинал изображения. Что мы делаем? Мы вот этот вот поленом преобразуем вот в такой вот вид. Для этого можно найти корни этого уравнения и представить их вот в таком вот виде, либо нам в любом случае им будут нужны корни этого уравнения и разложить этот объект на вот такие вот три простые дроби. И мы будем пользоваться при отыскании оригинала методом неопределенных коэффициентов. Коэффициенты m1, m2, m3, m4 являются неизвестными. Далее давайте найдем общий знаменатель для данных простых дробей. Раскроем скобки в числителе и сгруппируем коэффициенты по степеням s, как вот это было сделано в числителе для данной дроби. Сначала мы группируем коэффициенты при степенях s в кубе, затем s в квадрате, затем s в первой степени и то, что останется без s. Ну вот оно собственно записано. Далее числитель получившейся дроби приравняем к числителю исходной дроби. То есть вот у нас в последнем числителе получилось вот такое вот выражение, которое мы приравниваем к исходному числителю, который был заданным по условию задачи. Далее мы используем метод неопределенных коэффициентов для того, чтобы решить нашу задачу. А именно коэффициент, состоящий из суммы m1, m2, m3 при s в кубе мы приравниваем к нулю. Почему? А почему к нулю? Потому что по правую сторону знака равенства у нас тоже должен быть некоторый коэффициент при s в кубе, но он равняется нулю. Поэтому мы приравняли к нулю. Далее коэффициент при s в квадрате, а это выражение, мы приравниваем также к нулю, потому что по правую сторону от нашего знака равенства также отсутствует s в квадрате. аналогично поступаем с коэффициентом при s. Он также равен нулю, потому что по правую сторону отравенства у нас отсутствует величина, связанная с s, и оставшийся коэффициент, свободный член 4m-4m1 равняется единичке. То есть тут есть свободный член в виде единицы, и он вот приравнивается к минус 4m. Далее у нас получилась алгебраическая система с четырьмя неизвестными и четырьмя уравнениями, которые можно решить и найти неизвестные коэффициенты любым известным методом. Допустим, я нашел с помощью метода обратной матрицы. Далее, после того, как неопределенные коэффициенты были найдены, мы подставляем их в наше разложение в виде простых дробей. Ну и каждая простая дробь у нас представляет собой табличное выражение для изображений, которое позволяет нам найти их оригиналы. И мы переходим по таблице к выражению для оригиналов вот таким вот образом. Рассмотренный нами метод является не единственным для отыскания оригинала, поэтому существует следующий подход, который мы рассмотрим сейчас. Если изображение является правильной рациональной дробью вида, которую мы рассмотрели ранее, то оригиналом данного изображения служит функция, состоящая из суммы вычетов по всем особым точкам, то есть по всем полюсам данного изображения. То есть можно использовать вот такую вот формулу для того, чтобы отыскать оригиналы заданного изображения. Где S и T? Это простые полюсы, а M и T, то есть вот эти вот M и T неизвестные, вычисляются как заданное в этом выражении. Но полюсы мы помним, что это такое. Это корни полинома, которые находятся в знаменателе. Их мы называем полюсами, а корни полинома, которые находятся в числителе, мы называем нулями. Здесь в качестве особых точек выступают простые полюсы, которые находятся при нахождении корней полинома или уравнения в знаменателе. Давайте рассмотрим применение данного метода на следующем примере. Пример 2. Нам также нужно найти оригинал заданного изображения. первое, что мы делаем, находим полюсы. То есть для этого нам нужно найти корни уравнения, которые находятся в знаменателе. Мы их находим. Это простые корни. 1 равен минус 1, 2 равен минус 3. Ну и мы раскладываем данную рациональную дробь на простые дроби. С неизвестными коэффициентами m1 и m2. Мы можем спокойно здесь применить предыдущий метод, но мы должны рассмотреть второй способ нахождения этих неизвестных коэффициентов. Для этого мы должны найти еще и производную уравнение, которая располагается в знаменателе. То есть производная этого уравнения. Оно вот такое вот. И по формуле, которая была задана для неизвестных коэффициентов, мы должны сделать следующее. Подставить значение корней в полиномы, которые находятся в числителе, и в производную полиномы, который находился в знаменателе. Мы подставляем сначала корень, равный минус 1 в эту запись. Вот что мы сделали. Вычисление неизвестных коэффициентов m1, равных 0,5. Аналогично мы находим коэффициент m2. Подставляем формулу для неизвестных коэффициентов значению второго корня, равного минус 3. И находим, что этот коэффициент также равняется минус 0,5. После того, как коэффициенты были найдены, мы подставляем их значение в нашей простой дроби, и уже полученное выражение представляет собой сумму простых изображений, которые мы найдем по таблице их оригинала. И оно будет восстановлено таким вот образом. Давайте рассмотрим применение этого метода на следующем примере. В другом примере нам задана уже такая величина в виде изображения. Нужно найти оригинал заданного изображения. Первое, что мы делаем, находим полюсы. И здесь полюсы у нас следующие. s1 корень равен 0, и s2 и s3 получились комплексно сопряженными корнями. Мы также раскладываем правильную рациональную дробь на простые дроби. Причем в тех дробях, где корень был комплексно сопряженным, коэффициенты, неизвестные m2 и m3, будут также комплексно сопряженными коэффициентами. Находим неизвестные коэффициенты по той же формуле, которая обсуждалась нами ранее. То есть для этого мы должны найти производную полинома, который располагался в знаменателе, и подставить корни вот в такую дробь, где в числителе полином числителя, а в знаменателе первая производная от полинома знаменателя. Подставляем корень равный, ну да, сначала нужно найти производную, затем подставляем первый корень равный 0, и вычисляем таким образом коэффициент m1. Далее подставляем корень равный вот этому значению комплексному в данную формулу, и находим вот такой вот комплексный коэффициент m2. Аналогично находится коэффициент m3, и как я говорил ранее, m2 и m3, они также комплексно сопряженные коэффициенты. Полученные значения неизвестных коэффициентов m1, m2, m3 мы подставляем в правильные простые дроби. Затем вот эту вот часть, которая состоит из комплекса сопряженных корней, комплекса сопряженных коэффициентов, мы объединим в одну дробь путем нахождение общего знаменателя, как мы видим. Затем, выполняя внутри числителя выкладки, мы получаем вот такое вот выражение, которое также далее упрощается до такого выражения. Затем полученную вторую дробь мы дополняем, прибавляя к нему 1, 2, и отнимая также 1, 2, для того, чтобы у нас вот этот вот смещенный корень s находился также и в числителе. Вот, и потом мы разбиваем это на 2 дроби, и мы видим, что здесь переменной выступает вот такое вот смещение относительно s на 1, 2, которое должно быть и в числителе. И мы понимаем, что данная дробь у нас будет табличной. Далее оставшаяся дробь с минус 1, 2 мы должны дополнить до величины, которая будет получаться при извлечении корня от этой части в знаменателе. Что для этого мы делаем, умножаем и делим числитель на корень из 3. Далее у нас получилось вот такое вот простое выражение для изображения, которое мы найдем из таблицы для оригиналов изображений, и получилось табличное значение для вот этого изображения, которое получится в виде следующего оригинала. То есть 1 делить на s, это у нас единица. Далее вторая дробь представляет у нас смещенный косинус от корень из 3 пополам. И третья дробь представляет у нас синус, также смещенный на 1, 2. И вот таким вот образом у нас получается функция оригинал для найденного изображения. Как мы могли заметить, при наличии комплексно сопряженных корней, нахождение оригинала для таких корней довольно громоздкая сложная задача, где нужно делать большое количество выкладок. Существует следующий метод, который позволяет нам отыскивать оригинал без такого количества дополнительных вычислений. Для этого в случае с комплексно сопряженными корнями, ту часть, которая содержит комплексно сопряженные корни и комплексно сопряженные коэффициенты, достаточно удвоить и взять от любого из этих корней и коэффициентов действительную часть. То есть та часть, которая не комплексная, она сохраняется. От нее мы должны найти оригинал тем известным методом, который мы можем применить. А вот та часть, которая содержит комплексно сопряженные корни с комплексно сопряженными коэффициентами, их мы записываем вот в таком вот виде. М2 у нас комплексно сопряженный, если помним, на экспоненту степени S2T, где S2 также является комплексным корнем. Либо то же самое, но для M3 и S3. То есть обязательно один из двух можем применить удвоенное значение действительной части от того выражения, которое записано в фигурных скобках. Что мы и сделаем. Мы запишем 1 делить на S. Оригинал этого изображения равен 1. И мы записываем минус 2 действительная часть в скобочке от M2 на E в степени S2T. Внутри это выражение нам нужно раскрыть. Ну или эта запись равносильна этой записи, где экспонента вот с таким вот выражением здесь разделена, и экспонента степени минус T пополам вынесена за скобки. И мы оставили здесь только ту часть, которая связана с комплексными либо мнимыми частями. Далее экспоненту нам нужно будет в степени J корень из трех пополам разложить по формуле Эйлера, что мы сделали здесь. Далее раскрыть эти скобки, перемножить и оставить только ту часть, которая представляет собой действительную часть в этом выражении. И мы оставили здесь действительную часть, которая будет равна оригиналу искомой функции. Если сравнить это выражение с предыдущим выражением, которое мы находили ранее, они идентичны. То есть это еще один метод для нахождения оригинала в случае комплексно сопряженных корней. Существует также третий подход для отыскания оригиналов. Он применяется в том случае, если изображение является правильной рациональной дробью вида, и среди полюсов изображений есть полюсы кратности К. Тогда в качестве оригинала служит следующая функция. Но неизвестные коэффициенты здесь вычисляют уже таким вот образом. То есть здесь формула для коэффициентов уже более сложная. То есть среди корней нашего полинома, который размещается в знаменателе, есть такие корни, которые К раз повторяются. Их мы называем кратными полюсами или кратными корнями. В этом случае вот эта часть, связанная с этими кратными корнями, она разлагается на вот эту вот величину. И неизвестные коэффициенты при этих кратных корнях вычисляются вот таким вот образом. В качестве применения данного метода давайте рассмотрим следующий пример и разберем указанный подход. В пример 4 нам задана такая дробь в качестве изображения, и нам также нужно найти оригинал этого изображения. Находим полюсы, для этого решаем уравнение, находящееся в знаменателе, и находим его корни. И сразу мы должны отделить, что здесь мы видим вот такой вот кратности 3, равную скобку. Она же у нас будет представлять, показывать, что корень, равный минус единице, встречается 3 раза. Ну а та часть, которая не входит в эту кратную часть, это s. Ее корень равен у нас нулю. s равен нулю, и существует еще 3 кратных корня. То есть 3 повторяющихся корня, равных минус единице. Для этого мы раскладываем также нашу исходную дробь на простые дроби. Та часть, которая не состоит из кратных корней, она обычным образом у нас записывается с обычным коэффициентом, который мы обсуждали ранее. Находим этот неизвестный коэффициент. Ну а та часть, которая состоит из повторяющихся корней, она записывается вот с такими коэффициентами, которые будут найдены по тому методу, который мы рассмотрели на предыдущем слайде. Ну и, соответственно, в знаменателях этой дроби у нас вот таким вот образом будут разложены наши кратные корни. Теперь нужно найти эти неизвестные коэффициенты. Наша дробь для того, чтобы найти коэффициент m1, нам нужно знать производную полностью этого полинома, который находится в знаменателе. Я раскрою скобки и найду значение для производной а. И вычислю значение коэффициента m1. Если мы помним, для простых корней, то есть некратных корней, он находится вот таким вот образом. Нужно в полином числителе и производную полинома в знаменателе подставить значение корня. Корень у нас был равен нулю, и мы находим первый коэффициент. Далее, следующие коэффициенты при кратных корнях находятся уже по данной формуле, которая была показана ранее. Для этого здесь нужно от оставшейся части, то есть та часть, которая не входит в кратную часть, то есть от этого отношения b к a1 находить производную. В первом случае, то есть для первого раза у нас производной находить не нужно. производная для первого корня из этой тройки кратных корней. То есть здесь производная не находится, и по формуле мы вместо s лишь подставляем значение минус единицы и находим, что m21 равен минус одному. Далее здесь уже для второго кратного корня у нас по формуле и равняется 2, и у нас здесь знак производной выступает. И от той части, которая у нас осталась, от некратной части, то есть от 1 делить на s мы должны найти производную и подставить туда значение s, равное минус единице. И мы находим, что m22 равен минус одному. Далее мы то же самое выполняем для коэффициента m23, но здесь уже от 1 делить на s, от этой части нужно взять уже вторую производную. И мы находим, что для случая m23 у нас неизвестный коэффициент находится как минус единица. Итак, все 4 коэффициента у нас найдены, и мы должны их подставить в простые дроби. И у нас опять получились табличные изображения, с помощью которых мы восстановим наш оригинал. Он получается вот таким вот образом. Но резюмируя, можно сказать, для того чтобы находить оригиналы по известным изображениям, мы должны первое изображение разложить на простые дроби. И здесь в случае простых полюсов, простых корней, то есть если мы говорим о некратных корнях, у нас есть два метода для того, чтобы находить неизвестные коэффициенты при разложении на простые дроби. Это метод неопределенных коэффициентов. И второе, вычисление вычетов для простых корней или простых полюсов. И в случае, если у нас среди корней полинома знаменателя встречаются кратные корни, для них уже формула немного видоизменяется для того, чтобы находить неизвестные коэффициенты. Мы их обсудили. Надеюсь, что данные методы были полезны и понятны. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем успехов!